Всем привет! С вами Давилович и сегодня новый обзор. Вновь на обзоре бюджетный M.2 NVMe SSD накопитель от компании Smartbuy, моделька Stream E13T. И эта версия уже на 512 гигабайт, а следовательно стоит ждать чего-то очень интересного. Кстати, друзья, данный SSD я купил по очень низкой цене. Ссылочку я оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте. Ранее у меня на канале уже выходило два обзора на модельку Stream E13T. Это была версия на 128 гигабайт и 256 гигабайт. И если 128 гигабайт показала себя, ну так скажем, середнячком в мире NVMe, то 256 гигабайт показала себя очень хорошо за ту цену, которую данный SSD продается. У меня появилась возможность сделать обзор на версию 512 гигабайт и я с радостью готов вам рассказать про этот SSD. Что касается скоростей, заявлено здесь до 1700 мегабайт в секунду на чтение и до 1550 мегабайт в секунду на записи. Но, друзья, версия 256 гигабайт, хоть было заявлено там мало, но показала там вообще 2400 на чтение в утилите CrystalDiskMark. Ну и, следовательно, я ожидаю от этого SSD тоже более высоких показателей, чем заявляет производитель. Что касается контроллера, то здесь PS5013E13 от компании Faison. Данный SSD произведен тоже этой же компанией, то есть тут мы получаем специальную версию для компании SmartBuy, которую делает Faison. То есть SmartBuy здесь, в принципе, клеит только наклеечку. Да и то, если клеит, скорее всего, уже готовую продукцию получает у нас в России. Что касается памяти, здесь используется 3D NAND TLC BX4 96-слойная, хорошая, современная память. Тут каких-то вопросов быть, ну, я думаю, не должно. Память, кстати, от Toshiba. Накопитель имеет гарантию в 3 года, но ресурс, к сожалению, на сайте производителя до сих пор не появился. И, к сожалению, мы не знаем, какой ресурс у этого SSD. Но, я думаю, эти данные производитель на сайт со временем все же добавит, потому что это важный ключевой параметр при выборе SSD накопителя. Что касается буфера, если версия на 128 и 256 гигабайт показали буфер 25 гигабайт, после чего скорость падала, то здесь, я думаю, ситуация будет аналогична. Ну, а вот скорость, которая будет после переполнения буфера здесь, все-таки должна быть больше, потому что на 128 была скорость одна, на 256 скорость была уже выше. Следовательно, здесь будет еще выше. Ну, да что, друзья, давайте уже перейдем к тестам. Давайте быстренько сделаем распаковочку, а потом уже сделаем все тесты. Накопитель имеет простую картонную упаковку с пластиковой вставкой, прозрачной, где мы, собственно, можем увидеть наш накопитель. 512 гигабайт, SmartBuy Stream E13T, SSD M.2 2280, PCI-Express 3-го поколения, X4, друзья, 3D non-flash, NVMe 1.3, ну и производительность до 1700 мегабайт в секунду и 295 тысяч операций в секунду. Так, смотрим на обратную сторону, в принципе, все то же самое, ничего особенного. Самое главное, это модель, то есть указано по онлайн-именованию нашей модели. И, друзья, указан производитель, компания Faison Electronics. А следовательно, SmartBuy просто наклеил наклейку. Теперь давайте вскроем упаковку нашего SSD. Все это делается простенько. Отрезаем нижнюю часть. И, друзья, вот данный пластиковый блистер, он также дополнительно еще приклеен к картону. Ну, так производитель посчитал, будет надежнее. Опа, все, друзья. Все отклеили. И давайте доставать наш SSD и смотреть на него поближе. Итак, собственно, чипы. Вот у нас есть чип Faison. Здесь у нас PS5013E13. И, друзья, 512 гигабайт. SmartBuy Stream E13T сделано в Тайване. На обратной стороне у нас абсолютно ничего нет. Ну, а теперь давайте поближе посмотрим на чипы памяти. Итак, у нас здесь 4 чипа памяти, наконец-то. И это плюс. Все чипы памяти у нас закрыты наклейкой. А, следовательно, нам надо наклеечку отклеить. И посмотреть, что же за чип у нас тут. Давайте отклеим наклейку с двух чипов. И посмотрим, что же у нас здесь. Итак, опять у нас нет никакого наименования по чипам. Но здесь, друзья, у нас Toshiba BX4 96-слойный. Все наименования вы увидели. В принципе, я думаю, распаковочку можно завершать. Накопитель SmartBuy Stream E13T объем 512 гигабайт установлен. И первым делом давайте зайдем в управление дисками. И инициализируем. Вот он, наш новый накопитель. Диск 2 и давайте его смотреть. Вот он, наш накопитель. Чистый объем его 476,92 гигабайт. Создаем простой том НТФС. Ждем, когда форматируется. Накопитель E. Все отлично. И первым делом запускаем CrystalDiskInfo. Для того, чтобы посмотреть, что же нам покажет нам наш новый SSD. Итак, определился корректно. Моделька определилась. Объем определился. Все в порядке. У накопителя всего одно включение. Чтение и запись у нас по нолям. И общее время работы 0 часов. Поэтому это у нас абсолютно новый накопитель. Температура 25 градусов. Посмотрим, что же нам покажет в дальнейшем. Далее, друзья, запускаем SSD Z. Здесь у нас все точно так же. В принципе, ничего больше особенного нет. Ни контроллер, ни наанпамять у нас здесь не определились. Ну и давайте начинать тесты. Первый тест у нас CrystalDiskMark на абсолютно пустом накопителе. В 5 прогонах по 1 гигабайту. Пока идут тесты. У нас температура стала красная. И это 63 градуса. Смотрим, что будет дальше. Итак, тесты у нас завершились. И мы видим, что скорость у нас в принципе совпала с тем, что было заявлено. Заявлено было до 1700 на чтение 1550 на запись. И тут в принципе у нас все отлично. Но, друзья, если сравнивать с версией на 256 гигабайт, то скорость чтения у нас получилась ниже. И поэтому давайте быстренько посмотрим, что же у нас было на версии 256 гигабайт. Как вы можете видеть, скорость записи, да, ниже. Причем порядочно ниже. Но скорость чтения была выше. Причем тоже на порядок. Очень интересно, друзья. И, конечно же, я не могу не показать скорости у накопителя Intel Aptan и у накопителя Samsung 970 EVO+. Если кому-то интересно, то вы можете все это дело сравнить. Ну да ладно. Все это дело можем закрывать и продолжать наши тесты. Сейчас у нас будет ASSSD Benchmark. И давайте посмотрим, какие результаты у накопителя будут здесь. И по результатам тестов ASSSD мы получаем хороший балл. 3419 баллов у нашего SSD накопителя. И это очень хорошо. Блин. SmartBuy меня в последнее время радует. Но, друзья, тесты мы сделали не все. Поэтому давайте смотреть, как накопитель себя покажет в различных средах. Ну и здесь, друзья, тоже у накопителя все хорошо. Все очень быстро. Дальше у нас тест AtoDisk Benchmark. Кто-то считает его бесполезным. Но все-таки я тест сделаю. Поэтому смотрим на результаты. Ну а по результатам мы с вами видим максимальную пропускную способность нашего SSD или просто интерфейса. Потому что, посмотрите, 3 гигабайта в секунду. Странно. Я тоже так думаю. Ну, друзья, ладно. С тестами синтетически мы с вами разобрались. По температуре максимально пока мы видели 63 градуса. А теперь, друзья, давайте проверим реальную скорость записи. Какой у нас буфер. И как накопитель себя покажет при копировании на него большого объема данных. Будем копировать папку Render объем 113 гигабайт. Ну что. Давайте копировать. Давайте смотреть, что у нас будет. Где же, где же, где же копирование. Ай-яй-яй. Итак, стартует у нас 1,3-1,2 гигабайта в секунду. Скорость у нас великолепная. Отлично. И ждем, друзья. Вот примерно сейчас должно быть падение скорости. И да, буфер здесь примерно такой же 25 гигабайт, как на версии 128 и 256 гигабайт. Буфер здесь одинаковый. Итак, по температуре. Пока у нас потихонечку наш накопитель разогревается. Продолжаем запись. И, друзья, продолжаем смотреть, что у нас будет дальше по этому накопителю. Потому что сейчас в этом тесте мы его разогреем по полной. То есть, ждем завершения данного копирования. После чего будем копировать папку Render Set of SSD на него же. И вот тогда-то мы сможем его прожарить по полной. Ну, а пока ждем завершения копирования. Кстати, скорость записи после переполнения буфера великолепная. 420 гигабайт в секунду. Это очень хорошо. Это прямо супер. Итак, у нас звоночек. Температура у нас растет. Продолжаем наблюдать. Копирование папки Render у нас подходит к концу. Это 113 гигабайт. И, друзья, температура поднялась до 61 градуса. Но мы с вами видели больше. Поэтому ждем завершения данной записи на этот SSD. И будем копировать папку Render. Для того, чтобы еще сильнее нагрузить наш SSD. И смотрим, друзья. Причем смотрим сейчас, какая скорость будет у нас при копировании этой папки с SSD на него же. Как правило, скорости ниже. И здесь скорость тоже ниже. Но не скажу, что как-то критично. Если у нас средняя скорость была записи сейчас 400 мегабайт в секунду, то сейчас мы видим 350. И это тоже очень достойный результат. Ну, а мы продолжаем следить за температурой. Итак, пока температура у нас поднялась до 66 градусов. Горячо, но не так сильно, как, например, у Samsung 970 EVO+. Мы продолжаем наблюдать. И напомню, что версия 256 гигабайт показала температуру максимальную 67 градусов. Ну что ж, смотрим, что будет дальше. А вот и 67 градусов, как на версии 256 гигабайт. Будет ли больше? Очень интересно. Ну и, друзья, температура у нас немножечко колеблется. 65, 66 и 67 градусов. Выше не поднималась. И здесь у нас ситуация аналогичная такому же накопителю, но объемом 256 гигабайт. Поэтому, друзья, все дело завершаем. Все наши записи приостанавливаем. Тут, в принципе, можно все это удалить. И, друзья, ждем сейчас 10 минут для того, чтобы накопитель у нас освободил буфер. И мы приступили к тесту AIDA64. И посмотрели, на что этот накопитель способен. Итак, прошло чуть больше 10 минут. И пришло время запускать AIDA64. Тест диска. Линейная запись. Наш Smart Buy. И, друзья, давайте начинать. Стартует запись хорошей отметки 1420 мегабайт в секунду. Хороший результат. Давайте смотреть, когда же у нас скорость упадет на 5%. Это должно произойти. И вот оно, друзья, падение скорости до 520. 385. Смотрим, смотрим, смотрим. Что же будет дальше? Ну, пока у нас 388, 389 мегабайт в секунду. Поэтому давайте продолжать наблюдать, что у нас будет по скорости в процессе заполнения нашего SSD. На накопитель записано уже 50% его объема и скорости. Все те же 384, минимум 390 мегабайт в секунду колеблется. В общем, все пока стабильно и хорошо. Ждем, когда у нас начнутся перепады. Ну, это, я думаю, будет после заполнения на 90%. Ну, что, друзья, тесты завершены. Ну, и как мы можем увидеть, в принципе, до 100% у нас скорость никак не падает. Прямо вот в самом-самом конце, наверное, на последнем проценте у нас скорость упала. Упала она до 96 мегабайт в секунду. Да, маловато. Но, друзья, это если вы непрерывно полностью заполняете ваш SSD. Ну, а теперь все тесты завершены. Давайте подводить итоги. Сейчас вы увидели все тесты и я определенно могу сказать, что данный SSD удался у компании SmartBuy, как и удалась версия на 256 гигабайт. Ну, и даже можно сказать, что 128 гигабайт на версии была тоже достойна. Самое главное, конечно же, это цена данного накопителя и те скорости, которые мы получим по факту. К сожалению, у нас не было такого большого прироста по скорости от заявленной. То есть, здесь было заявлено 1700. В принципе, те же скорости мы и получили. В отличие от версии на 256, где скорость была гораздо выше, чем заявлял производитель. Скорость записи здесь тоже совпала. Это 1500 мегабайт в секунду. Ну, а по факту, друзья, фактическая скорость у нас до переполнения буфера, который 25 гигабайт, была 1,25 гигабайт в секунду. То, что, в принципе, отличный показатель для бюджетного накопителя. После переполнения скорость падала, но упала она всего лишь до 400-420 мегабайт в секунду. Это очень хорошие, высокие, комфортные скорости для записи. Если мы посмотрим на AIDU, то там, в принципе, картина тоже повторяется и прямо идеально. Даже в конце, на полностью заполненном накопителе, там у нас скорость упала прямо в самом-самом конце, на 99% заполнения этого SSD. А это, друзья, что-то да значит. По температуре накопитель показал точно такую же пиковую температуру. Это 67 градусов, как версия 256 гигабайт. И получается, самая холодная версия у нас на 128. Там все-таки прохладнее. Но, друзья, не стоит переживать из-за этой температуры. Это не самая максимальная температура у NVMe SSD. И здесь накопителю можно поставить только плюсик. Все NVMe накопители греются. Этот греется даже до 70 не дошел. Это очень хорошо. Но по итогу, друзья, я смело могу рекомендовать данный SSD к покупке, если вам нужен бюджетный M.2 NVMe SSD. Вы получите хорошие, высокие скорости чтения и записи. Комфортные, все в порядке. Буфер достаточный, 25 гигабайт. И то, друзья, вы его переполните, только если будете копировать с другого NVMe SSD, который как минимум такой же, либо быстрее. Ну, а просадки сильные по скорости в конце заполнения, вы этого, в принципе, никогда не увидите. Поэтому, друзья, смело можете рассматривать покупки и смело можете покупать. На этом, друзья, все. Обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про мой новый сайт. Это ProSSD.ru. Жду вас там. Ну и на этом пока-пока. Кстати, друзья, для тех, кто до сих пор не посмотрел цену на этот SSD, ссылочку я оставлю под этим видео, где вы можете зайти, посмотреть, выбрать самую низкую цену. И если вам понравился данный обзор, то смело можно покупать.